Привет, мои котики! Сейчас мы сделаем гадание послания от мёртвых, от покойных, именно послания, что они хотят передать. И это будет немного ещё о ваших делах. Я попытаюсь сейчас посмотреть, кто придёт и что он скажет. Может, вы кого-то узнаете. Может, вы можете, кстати, и не узнать, в зависимости от того, где вы живёте, как вы живёте. Потому что, если честно, вокруг нас очень много чего такого ходит. И я, например, даже в таких местах, где я вроде бы не ожидаю что-то такое увидеть, но у меня идут... Это не то, что образы в голове идут. Ты как бы боковым зрением видишь их. Реально видишь. Я думаю, девочки, многие из вас с этим сталкивались. И может, для себя кто-то не может объяснить, а кто-то может. Ну, в общем, сейчас будем именно рассматривать послания от покойных. И вот, кстати, смотрю сейчас на свечку, и у меня вроде бы, да, никакого сквизняка не должно быть. А свечка так шарохается. Жалко, наверное, видео не особо видно. Огня самого. Ну, в общем, жалко, конечно, но оно так, знаете, какая-то такая живая. Итак, девочки, поехали. Тару Густава Климта. Мышь я такую красивую положила. Это мне Зульфия прислала. Подарок такой сделала. Очень красивый, знаете. Тут ещё такая интересная история была. Я хотела их сама купить, да, и они у меня долго в таких вот, в избранном лежали, да. И что-то я начала просеивать своё избранное. И думаю, ой, мышки, мышки. Думаю, пока они дойдут, всё такое, пока не буду заказывать. Взяла и удалила из избранного. В тот же день мне приносит извещение, что вам пришла посылка. Я пошла, сходила за посылкой и смотрю, там мышки. Это, знаете, доходит быстрее, чем Алиэкспресс. Доходит именно взаимодействие наше с вами, понимаете. Наша с вами работа, да, наше с вами взаимо... Взаимный обмен энергетикой, он работает реально. И причём на уровне мыслей. Так вот, давайте. Послание от покойных. А мне сегодня они и снились. И, как знаешь, и какие-то другие, чужие, неродные покойники. Будем раскладывать не на 4, потому что на 4 мы раскладываем на живых. А на мёртвых мы будем раскладывать на 6 или на 9. Но сейчас мы на 6 мёртвых разложим. Первый, второй, третий, четвёртый, пятый, шестой. Сейчас я подвину немножко камеру, чтобы вам всё было видно. А хотя вот так вот сложу, девочки. Видели? Загадывайте, пожалуйста, карту. Представьте, что это как могилки. Могилки людей, которые когда-либо жили. Можете даже не представлять, именно чья это. Девочки, лучше не представляйте, потому что если мне будет идти описание мёртвого, я вам его опишу. И, может быть, это не тот, которого вы можете загадывать, а вы просто увидите, кто идёт действительно вам по вибре. Загадали? Хорошо, девочки, поехали. Первая карта, первый вариант. Так, рыцарь кубков. А это, кстати, это мужчина. Мужчина, который был в браке. Либо, может быть, жених чей-то, да? Но мужчина, который окольцованный. Он ушёл немножко раньше своего срока. Я её практически вижу. Он какой-то как папа, вот, да? Но он примерно лет, ну, 50-60, редко 70, да? Потому что почему у него на этот момент, она у него работала, это полосовая сфера. Рыцарь кубков – это очень активный. Король кубков, он не такой активный даже в половой сфере, а рыцарь кубков активный. Потому я так и говорю, возраст, да? И сейчас посмотрим, что же… Это хорошее предзнаменование, девочки, когда выпадает среди мёртвых кубковые такие. Что ты хочешь сказать? Ага. Так, а тут… Тут выпала пятёрка кубков, да? Но это одна из негативных карт пятёрка кубков. Это говорит о том, что вас кто-то хочет обмануть, либо уже обманул. Девочки, задумайтесь, да? И это человек, который буквально, знаете, дверь закрывал сам за собой, своими руками. Просто я сейчас смотрю глазами вот этого мёртвого, вижу как будто какой-то сквозняк, и кто-то закрывает дверь, уходит от вас. И закрывает эту дверь своими руками почему-то. Враньё какое-то. Ещё один момент, да? Обратите внимание, да? Вот именно вот эта вот фишка, она тут в этом гадании, в этом раскладе будет самая важная. И мне реально идёт это очень чётко. Как будто… Девочки, либо это было в ближайшем прошлом, либо это в самом ближайшем будущем делает. Как будто кто-то вот вас обманул, и уходит, и сам закрывает двери. То есть не вы как хозяйка дома, да? Не вы как это, а сам закрывает двери. Обманщик какой-то. И сквозняк ещё в это время какой-то идёт. Обратите внимание. Вот вам, кстати, этот рыцарь кубков по-своему это говорит. Но это был такой первый. Так, смотрим второй вариант. Покойный. Кубки. Четвёрка кубков. Она… Это женщина, старая женщина, седовласая. Она уже давновато умерла, потому что тело её иссохшееся. Что ты хочешь передать. А она, кстати, тут… Тут это наведённого дурака карта выпала, одиннадцатый старший аркан. Она, знаете, что говорит вам? Это как женщина, которая занималась чем-то, какой-то магией, занималась, да? Ритуалами, приворотами, либо она намоленная какая-то. Но вот у неё такая вот энергетика даже в могиле, да? И подождите. Боже, мне не хочется долго молчать, да? Но у меня такое ощущение, что я даже вижу, как она одета в могиле. Что-то там сине-зелёное идёт. Сине-зелёное. Такая, знаете, волевая женщина была. Что она передаёт? Она передаёт, что идёт… Так, подожди, как это? Это идёт наведённый дурак. Как он идёт? А вот… Тройка Пентакли выпала, да? Это я с ней разговариваю. Нитки какие-то. С нитками что-то связано. Пытаются вам, девочки, вот здесь, пытаются вам чем-то навредить. Какими-то нитками, да? Вот нитки, нитки. И причём, знаете, это не клубок, а они какие-то такие длинноватые. Вот как-то вот так вот идут. Ну, где-то, ну, сантиметров 30-40. Это вот сколько, вот столько, да? 30-40 сантиметров где-то. И вот они какие-то как-то лежат. Это кусок нитки от мотка какого-то, да? Мотка самого не вижу, вижу нитки. И это как наведённый дурак. У вас, слушайте, знаете, у вас такая интересная вещь выпадает, что какая-то ведьма, я бы так даже и сказала, что это всё-таки ведьма была, да? Она реально вас знала, хорошо знала, да? И она предупреждает вас о том, что какие-то нитки остались, девочки. И они какого-то, знаете, не знаю, может, у меня сейчас искажённое какое-то восприятие, да? Но мятного такого цвета, реально мятного, знаете, такое светло-светло, почти как белого. Но я могу с цветом именно ошибаться, именно в оттенке, потому что это как боковым всё равно зрением идёт, да? И на чём-то... Какая-то рыжая поверхность, как стол какой-то рыжий. И там из ДСП-шный стол, причём и старый, рыжий такой, как его объяснить, такой, знаете, цвет яблони, да? Вот цвет ДСП ламинированной яблони идёт, да? Груша, вот. И вот типа такого что-то рыжее, и на нём вот эти вот нитки лежат. Но самого лица я не вижу, потому что немножко как руки вот тут вот. И вот в эту сторону нитки. Она вам на это показывает, и что это какой-то наведённый дурак. Но что это значит? Это наведено уже? Девочки, если вам кто-то что-то шьёт, да? Если вам кто-то что-то вяжет, да? Если кто-то обещал вам либо принесёт что-нибудь вязаное, сшитое, да? Какую-то свою работку, да? То это будет как подклад идти. И тут, может быть, ещё вот это вот Туз Пентакли выпал. Это может быть какая-то, не знаю, палка какая-то. Но к вам подбирается. И вот вас реально вот эта мёртвая ведьма предупреждает. Интересно. Ладно, девочки, это так было. Просто много вариантов надо. Пока идёт мне, надо этим заниматься. Так, третий вариант. Третий вариант. Послание от покойных. Путь, туннель какой-то. Мёртвого нету. Чисто не пришёл здесь на третий вариант мёртвый. И что ещё? Не, девочки, кто выбрал третий вариант, вы можете вообще ни за что не беспокоиться. Всё будет нормально и хорошо. И кого нету, никто не фонит, никто не хочет вам ничего такого вот передавать. И хорошо. Потому что в основном, когда мёртвые переживают, они, кстати, вот за этот негатив, они больше даже цепляются. Ну, ещё и когда о рождении детей могут предупреждать. Вот больше всего. А вот у вас всё нормально, хорошо всё выпало. Единственное, и я вам даже вам скажу по этой... Это открытый денежный канал обозначает. Вот это десятка пентаклей и четвёрка жезлов. Открытый, нормальный, действующий, рабочий денежный канал. Так, третий вариант. Давайте посмотрим. А тут у нас выпала карта смерти. Что за послание от мёртвых? Королева кубков. Так, я никого не пугаю, но тут, может, какая-то королева кубков, она стоит, знаете, одной ногой с этой стороны, одной ногой в потустороннем мире. Потому что выпала живая королева кубков и со скартой смерти выпала, да? Может кто-то... Может не из близких девочки, да? Даже я и буду вам специально так говорить, что это не из близких. С близкими всё будет хорошо. Не надо, чтобы никто умирал. Королева кубков. На грани того и того. Но это живая. С карты смерти. Возможно, кто-то съедет у вас, да? Кто-то уедет куда-то, съезжает, как будто забирает все свои вещи и уматывает. А что ещё? Что ещё ты смерть скажешь по этому раскладу? Шестёрка Пентакли. Живых женщин показывает. Тут не то, что она именно конкретно умрёт, она на грани и туда, и сюда. Да, возможно, ещё переезд. Реальный вот переезд. Забираете, если вы королева кубков, да? Сейчас выпали. Забираете вещи, куда-то съезжаете, прям практически как навсегда. И шестёрка Пентакли. Тоже женщина живая, с ребёнком выпала. Ну, то есть тут просто покойников не выпало. Как ни странно, с картой этой смерти это что-то в этом мире происходит такое. Переезд. Либо, может быть, может быть, у кого-то надо позаботиться о тех, у кого проблемы сейчас с сердцем, да? А женщинах, у которых есть проблемы с сердцем, просто подзаботьтесь, да? Делайте, чтобы они не волновались, чтобы не стрессовали, потому что тут вот такой вот момент не очень. И либо такой вот переезд, как будто человек берёт и уходит куда-то вообще и до свидания не хочет говорить. Но я бы не сказала, что это такой плохой расклад выпал. Итак, давайте дальше. Послание от покойных. Пятый вариант. Ой, вот а вам повезло. У вас будет приход денег. Тут даже... Я даже дополнительную карту никакую не буду выкладывать, чтобы этому ничему не мешать. Мало ли. Восьмёрка жезлов. Приход денег. Это может быть и наследство, это может быть деньги. Будете находить деньги. Так что смотрите под ноги. Я вам ещё советую наступать даже на колодцы, загадывать определённые суммы где-нибудь на 30% больше, чем вы сейчас умеетесь, потому что реально вам сейчас должно очень хорошо вести с деньгами. Так. И давайте посмотрим последний вариант. Последний вариант. Кратко. Послание от мёртвых. Так. А тут выпал рыцарь жезлов, и причём не мёртвый, это живой. Либо, девочки, знаете, вот у меня идёт плохо, когда человек умер совершенно недавно, да. То есть, когда его душа ещё не перешла в бордо, да, и она ещё прямо возле тела, как говорится, тело ещё не остыло, то я... и вокруг этой много живой информации, то его от живого, от мёртвого не особо отличишь. Так вот, тут вот выпадает именно живой мужчина, возможно, недавно умерший, да. Но тут живой и молодой, лет 35, мужчина с рыжезной немного, рыжим пигментным в волосах, как говорится, потому что на солнышке у него в рыжий цвет волосы уходят, рыцарь жезлов. И живой человек. Это, скорее всего, встреча. Встреча с мужчиной, с рыцарем жезлов. Ожидает. Потому что как будто к вам кто-то идёт. Если, девочки, это вдруг кто-то у вас умер вот в таком вот молодом возрасте, 35 лет именно, да, вот именно 35 лет идёт, 35-летний какой-то, то... Ну как? Надо просто уже как-то ритуалами, да, похоронами какими-то действовать. Ну не буду заострять на этом внимание. Встреча с мужчиной тут идёт. И это даже не от... Это не от покойных даже совет, а именно от живого человека, потому что такая сильная энергетика, да? А какой покойный об этом знает, что мужчина идёт? А это не покойные девочки знают. У вас первая карта старший аркан. Мага вот здесь выпал. Это не покойный знает. Это какой-то маг знает. Вы знаете, у вас какая-то... Вы как в пузыре, в стеклянной сфере такой, под защитой магических сил, да? И вот они сейчас, даже мёртвого мне не дали вам показать, они показывают именно то, что вас ждёт в будущем. Вы, кстати, в ближайшее время можете на своё будущее гадать. Причём я бы вам советовала именно гадать самим. Вот как умеете, попробуйте погадать. А ещё есть, вот вам скажу, да? Не знаю, под какой вы силой тут сейчас выпали, но всё же, например, прикольная вещь гадать. Накрываться под одеяло, подушкой, подушку прикусывать, уголок подушки, закрывать глаза, прикусить и сквозь зубы говорить. Первый ангел скажет, второй укажет, третий милого покажет, да? И лечь спать. И вам будут реально сниться вот эти вот какие-то вещи из будущего, мужчины из будущего. Что-то может быть непонятно, но оно потом реально прикольно приходит в жизнь, и ты это видишь. Вот такое вот было гадание, девочки. Ну, чтобы просто не много рассусоливать, потому что я хочу для вас ещё сегодня пару годов не снять. Всё, пока-пока, дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok